Назвать день просто, конкретно день, когда все будет сделано как положено, а не вот так. Ямы глубиной 5-10 сантиметров на дорогах по всему микрорайону, сеть транспортных артерий и пешеходных дорожек в удручающем состоянии. Все это результат бездействия застройщика жилого комплекса, констатируют в изумрудных холмах участники выездного совещания администрации городского округа. Балансодержатель обязался взяться за дело. Мы приняли в работу, начиная с сегодняшнего дня, начать ямочный ремонт, восстановление разметки, разметки пешеходных переходов, ограждений, знаков и спорченых, в общем, дорожной инфраструктуры и благоустройства. В месячный срок сегодня начинаем, в месячный срок мы работу закончим. Огромные выбоины – не единственная проблема на единственном выезде из микрорайона. Этой связки с Волоколамским шоссе явно мало. Еще один запланированный в изумрудных холмах выезд инвестор обещает сделать в районе дома номер 8 на бульваре космонавтов в ближайший месяц. Оперативно попробуют в администрации снять хотя бы отчасти проблему нехватки парковок. На примете сразу несколько мест для цивилизованной стоянки автомобилей. Мы посмотрели сегодня еще две площадки, одна из которых – это муниципальная земля. Мы по ней сейчас, я прямо сейчас вернусь в администрацию, дам поручение, и мы начнем прорабатывать вопрос создания на этой площадке паркинга. И вторая площадка, вот непосредственная близость от того места, где мы находимся, тоже по карте, по публичной мы посмотрели. Это земля Гослесфонда, но лес на ней не произрастает. И мы сейчас все-таки затеем, наверное, этот сложный процесс и попробуем решить вопрос выделения этого участка под размещение здесь тоже паркинга. А на крыше имеющегося подземного, но малопопулярного автолюбителей паркинга могла бы разместиться детская площадка, предложила глава округа. Ее визит в микрорайон как реакция на всплеск жалоб от жителей. После приведения в нормативное состояние дорог и дорожек, застройщик передаст территорию в муниципальную собственность. И решать мелкие проблемы администрации станет проще, пока работа будет вестись совместно с застройщиком и управляющей компанией.